В Санкт-Петербурге продолжает работу Международный экономический форум. Самое ожидаемое событие региональной повестки – результаты национального рейтинга состояния инвестиционного климата регионов. Инвестиционный рейтинг, оценка бизнеса и большинство регионов, группы лидеров не опустились ниже прошлогоднего ТОП-20. Чувашская республика на 11 месте, в первой тройке Москва, Татарстан и Тюменская область. Эксперты говорят, что конкуренция среди регионов растет. Войти в двадцатку лидеров – непростая задача. В рейтинге лучших только четыре субъекта ПФО. Есть в структуре рейтинга показатели, которые как раз говорят о прямом диалоге, открытом диалоге между бизнесом и властью. Предприниматели привыкли уже к регулярным встречам, инвестиционным советам, достаточно оперативному решению вопросов. Но опять же мы смотрим, если в течение года это не отрегулировано, значит губернатор пока не видит это как ключевой своей задачей. И это, конечно, сказывается на оценке со стороны бизнеса, потому что теряется вот это доверие. Очень важны и анализы, и результаты тех регионов, которые резко поднялись в рейтинге. Мы внимательно анализировали, за счет чего это произошло. Это когда региональная команда долго и тщательно работала по улучшению среды. Регионы всерьез начинают заниматься малым бизнесом. Вот у нас малый бизнес стал таким, работа с малым бизнесом, драйвером в рейтинге. Эксперты опросили более 400 тысяч бизнесменов по всей стране. Предприниматели отметили, что качество деловой среды улучшилось. Стало проще подключиться к электросетям, оформить документацию на строительство, получить кредиты с минимальными процентами. Результаты рейтинга отражают работу властей на местах. И мы, конечно, понимаем, что того, насколько люди верят губернатору, верят его команде, насколько они надеются на него. Потому что большой блок вопросов – это вопрос, связанный с ожиданиями. Это даже не то, что уже какие-то только вещи, связанные с счетными показателями. Это еще и ощущения. Вот в данном контексте для нас крайне важно, чтобы, с одной стороны, эти ощущения предпринимателей менялись в лучшую сторону. И второе, чтобы управленческие команды были мотивированы создавать такие ощущения. Вот, мне кажется, рейтинг, задача главная была в этом, и она состоялась. Но важнее всего даже не места в ТОПе 20. Итоги рейтинга – это повод перенять лучшие практики развития бизнеса. А в несколько моментов появляется набор практик, которые сегодня можно оперировать, переносить. Тоже взять стройку нашу, подключение или получение разрешения у нас строится от 40 до 200 дней. То есть это огромный разрыв. Михаил Игнатьев отметил, что поддержка бизнеса для правительства республики – приоритетная задача. Это подтвердило и очередной рейтинг. На протяжении многих лет регион не опускался ниже группы лидеров. Мы встречаемся на разных площадках, обсуждаем разные проблемы предпринимателей и стремимся всегда разрешать максимально эти вопросы. Когда регионы на системной основе эту работу наладили, выстроили соответствующие модели, сложно динамике потянуться. Мы как раз по Волжи наладили межрегиональное, достойное сотрудничество. Ездим, изучаем лучшие практики. Эти лучшие практики внедряем. Зачем нам изобретать новый велосипед, так скажем, как в народе говорят. И будем дальше двигаться. Еще одна важная задача для регионов – повышение производительности труда. Российская Федерация перенимает зарубежный опыт. Среди участников форума и руководителей иностранных компаний, которые занимают лидирующие места в рейтинге эффективности. Сегодня с представителями бизнеса встретился министр экономического развития страны Максим Орешкин. Инвестиции, опять же, это и работа внутри страны, так же и работа, конечно же, с международными партнерами. Здесь у нас, слава богу, из Германии, из Швейцарии все в порядке. У нас большое количество немецкого и швейцарского бизнеса работает в нашей стране, активно инвестирует, без грамотного управления, без того управления, которое может выстраивать процессы. А здесь у нас, конечно, России нужно подтягиваться очень активно, и поэтому именно в этой сфере мы сделали один из ключевых акцентов. Повышение производительности труда – национальный проект. Чтобы реализовать задачи майского указа, в республике предусмотрели более 2 миллиардов рублей. Глава региона отметил, что от работы экспертов центра компетенций ожидают большого эффекта. А именно на производстве правильно помогают организовать любое производство. Технологические линии как должны стоять, начиная от АЯТОЯ. И первые примеры очень хорошие – на 20-30% уже производительность труда увеличивается. Это о чем говорит? Это говорит о том, понимание у всех есть, и команда работает на результат. За три года производительность труда должна повыситься на более чем 50 предприятиях региона. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика из Санкт-Петербурга.